Анастасия Кожушка Предлагаю посмотреть сюжет о нашем новом проекте. Анастасия Кожушка Настя, здравствуй. Мы уже посмотрели, как будет выглядеть твой проект. Но перед тем, как разбирать ситуации, которые ты будешь показывать в своем проекте, хотелось бы вспомнить уже наша небольшая традиция, подводить итоги прошлых проектов и их значимость обсуждать для города. У тебя был проект, который назывался «Право кожного». Расскажи, что этот проект значил для тебя и что вы смогли сделать в рамках этой программы. Это был мой первый проект, по большому счету даже пробный. Я пробовала искать какие-то новые темы. Я даже не рассчитывала на то, что он сможет кому-то помочь. Просто хотела сделать что-то свое. А в результате получилось, что это был очень хороший проект, действительно душевный. Он раскрывал очень много таких наболевших тем, о которых многие не хотят, может быть, говорить. Ну, Римя, расскажи, кто был героем твоей программы? Я снимала, по-моему, второй выпуск у меня был про бездомных. Первый выпуск я подняла очень такую насущную тему. Главной героиней моего проекта была девочка, которую уволили с работы за то, что она разговаривала на родном украинском языке. И я даже подумать не могла, что действительно такая проблема в Украине, она существует. Потом мы брали какие-то более такие душевные темы. Бездомных снимали о том, как они оказались на улице, о том, почему они оказались на улице, и о том, как они изменили свою жизнь спустя время, уже пожив на улице. Снимали о переселенцах, которых как бы все забыли, на Куяльнике жили. Переселенцы с ограниченными возможностями им отключали намеренно воду, свет, чтобы выжить их из этого санатория. Снимали про ромов. Да, существует стереотип, как бы все знают, рассказывать не нужно. Но на самом деле это обычные люди, которые живут большими семьями, как и все мы, у которых свои традиции, свои какие-то... Ну, в любом случае есть герои, а есть название и суть проекта, да, право кожного. Каким образом пересекалась с теми героями, о которых ты только что рассказала? Мы поднимали какую-то проблему, которая существует. И пытались на примере нескольких героев рассказать людям и показать, что эти люди имеют права, такие же, как и вы, такие же, как и мы. Они об этом могли каким-то образом не знать. Их права были вот каким-то образом задеты. Мы осветляли эту проблему, показывали остальным людям, что каждый из нас имеет право на что-то. Ну, теперь, наверное, перейдем к более, ну, назвала бы его экстремальным проектом. Он называется «Инсайт на седьмом». Что означает само название и что будешь показывать в своих проектах? Я бы не хотела раскрывать прям все секреты своего проекта, но скажу, что он будет довольно-таки сложным и довольно интересным в плане того, что, например, ты можешь не знать, что именно сейчас за тобой следит какой-то мой тайный агент, узнает какие-то твои тайны. Это будет, я бы даже сказала, крутой проект с внедрениями из каких-то тайных агентов в какую-либо организацию, можно это так назвать, которые будут узнавать какие-то тайны, которые потом мы будем освещать. Есть ли уже темы, которые, в принципе, тебя волнуют, которые интересуют, и они в ближайшем появятся на седьмом канале? Я не буду говорить, не называя конкретные заведения, понимаю, что все-таки это секрет, вы тайные агенты, но хотя бы сферы деятельности вашей все-таки мне интересно узнать. Ну, здесь опять же, как бы всех секретов раскрывать не хотелось бы, но одни из самых актуальных тем сейчас, первый выпуск мы делаем о рыбе, скажем так. Сейчас в Одесской области уже три человека умерли от ботулизма. В Одесской области осталось всего 26 доз этой сыворотки, которая действительно может вылечить человека. Мы купили, я думаю, что это уже можно рассказывать, мы купили пять образцов рыбы в разных местах. Это был и фирменный магазин, это был и супермаркет, и рынки. И отнесли все на экспертизу. А вот что нашли в этих образцах, это вы уже смотрите скоро на седьмом канале. Каждый раз, когда мы обсуждаем с ребятами новые проекты, я задаю вопрос о надобности этого проекта. Вот один и тот же. Потому что я понимаю, что каждый проект инициирован какой-то ситуацией. В любом случае, когда на седьмом канале открывается какой-то проект, это значит, что мы столкнулись с какой-то ситуацией, мы увидели, что у многих наших героев ущемляют права, и мы решили сделать проект право кожного. Мы увидели, что люди не до конца оценивают какие-то профессии, решили, что нужно показать в профессии достоинства, как это выглядит. И так далее, и тому подобное. Почему появился инсайт на седьмом? У нас есть ток-шоу «Прожекторы». Мы всегда в это большое ток-шоу проводили какой-то эксперимент, тоже с каким-то внедрением, что-то раскрывали, какую-то проблему изнутри. И потом главный редактор предложил, говорит, а почему нам бы не сделать это настоящим большим проектом? Потому что, на самом деле, например, если брать в пример первый мой выпуск про ту же рыбу, продавцы намеренно, не намеренно, они, да, действительно, они обманывают людей. Они могут сами не знать, что эта рыба чем-то заражена. Их задача, все мы люди, все мы работаем, их задача продать эту рыбу и заработать деньги. Они не думают о последствиях, они могут не знать даже об этих последствиях, это может быть не их вина даже. Просто задача показать людям, что сейчас, в летний период, на примере, опять же, первого выпуска, нужно быть более внимательным, более осторожным. Если ты не купишь эту рыбу, я думаю, что ты переживешь. А вот если ты купишь, отравишься, и последствия могут быть какими угодно. То есть, ну, хочется показать людям, что, может быть, сегодня лучше воздержаться, но сохранить свое здоровье, сохранить свою жизнь. Я уверена, что сейчас заинтересовал телезрителей этот проект. Они захотят узнать, когда он будет выходить, когда посмотреть премьеру и когда посмотреть твои выпуски. Есть у нас небольшой анонс. Можем подсмотреть, когда же будет выходить проект «Инсайт» на седьмом. Медицина, общепит, торговля, общественный транспорт, образование, коррупция – все сферы жизни нашего города. Мы покажем все это изнутри. Наши агенты раскроют то, что обычно тщательно скрывают от обывателя. Седьмой канал запускает новый проект «Инсайт» на седьмом. Мы там, где нас не ждут. Спасибо тебе большое, Настя, за участие в вечере. Я желаю тебе удачи в твоем непростом и экстремальном проекте. И надеюсь, что ты будешь открывать для нас новые сферы, новые интересные моменты, уберегать наших телезрителей от таких опасных моментов, о которых ты говорила сегодня. Я напомню, это была программа «Вечер на седьмом». Мы рассказывали вам о проекте «Инсайт». С вами этот вечер провела Анна Грынев. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»